Ну что, настало время начать нашу финальную, заключительную версию серии артистоков. Сегодня и сейчас у нас в гостях Дарья Хлименко. Заключительная, но last but not least, как говорится. Даша работает у нас в основном... Даша, ты же по первому образованию, я, насколько я знаю, вообще креативный продюсер, журналист. По первому образованию, да, я журналист. Я начинала как телевизионный журналист, а потом это всё каким-то образом переводилось в креативное продюсерирование. И работала с инсталляциями, с мультимедийными пространственными. А сейчас в основном с текстами, я правильно понимаю? По-разному, нет. Сейчас в основном я придумываю концепции и делаю проекты, как раз связанные с интерактивными музеями, интерактивными большими пространствами. Едем, получается, ты сейчас и занимаешься в лаборатории новых медиа? В лаборатории новых медиа мы сейчас, в принципе, уже практически подошли к концу, и у нас сейчас выпускные работы. Там мы, в принципе, делали всё, потому что лаборатория ориентируется на то, чтобы дать попробовать абсолютно разные направления, чтобы ты мог почувствовать и нащупать, что тебе интереснее. Мне очень порадовали нейросетки и работа с текстом в нейросетях, потому что это очень, как оказалось, очень точный способ анализа и сбора информации. И я проводила исследование, у нас была общая тема, связанная с растениями и деревьями, проект, который мы делали для арс-электроники, и в рамках него получился такой дополнительный проект, я начала исследовать, что будет, если на дерево, на растения, будет смотреть на человек и высказывать своё мнение, проводить исследование. А если это будут какие-то другие живые организмы, которые как-то с ним связаны, да, то есть там, не знаю, муравьишки, которые бегают, мицелии, грибница, это может быть насекомые, это может быть даже птицы, которые бьют свои гнёзды в деревьях. И оказалось, что если брать какие-то научные тексты и обучать модель, то она, и потом задавать ей вопросы, она выдаёт тебе ответ, опять же-таки, от человека. И если брать просто, потом я начала брать на гитхабе уже обученные модели, но в основном GPT-2, и как раз выстраивать так свой запрос и вопрос, чтобы получить, не знаю, точку зрения того же муравьишки. Вот я маленький рабочий муравей, что мне дает дерево? И все ответы, которые даёт нейросетка, они показывают то, что взгляд от человека он сейчас превалирует, и нешеловеческие агенты, они лишены права голоса. И получилось такое у меня небольшое видео, такое всем документальное, рассказывающее о том, как таким довольно странным языком нейросетки рассказывать, повествоваться о дереве, и это было для меня такое... То есть я ожидала, что сейчас у меня получится что-то такое лёгкое, ироничное, интересное. Получилось что-то, показывающее, насколько моя первая идея, с которой я заходила туда рассказать с точки зрения другого живого существа, живого организма, не человека, она, в принципе, потерпела крах, потому что человеческая культура, человеческая словесная культура, она антропоцентрична. То, что создаётся, ну, имею в виду современные тексты, да, если там брать какие-то другие культурные коды, ну, там, не знаю, возможно, если бы я брала таблички или что-то из египетских табличек, то я бы получила другой результат, но это прям то, что меня порадовало, и это инструмент, который я взорвала себе, как возможность для дальнейшей работы, исследования и такой конструирования и деконструирования каких-то миров, потому что язык, несмотря на то, что он очень точный, и при этом, наверное, самый, в то же время самый и неточный способ коммуникации и передачи информации, потому что, если не ошибаюсь, в нашем мозге те же зоны, которые отвечают за то, что мы говорим, отвечают же и за наше движение, за то, как мы распоряжаемся своим телом, и, в принципе, это очень важно, тренировать наше тело для того, чтобы... Говорить лучше. Да, говорить лучше. И то, что называется там интуиция, то, что называется каким-то первым порывом, то, что мозг не всегда может расшифровать, как раз связано с тем, что, несмотря на то, каков избыточный язык и как много в нём слов и возможностей передавать оттенки, которые, в принципе, даже не нужны для выживания, он всё равно недостаточно точен. И поскольку мир внутри каждого человека настолько уникален, несмотря на схожее образование, на схожий жизненный опыт и на какую-то возможность обобщения, всё равно, если мы берём людей, насколько поймёт тебя собеседник, это никогда не узнаешь. И поэтому такая работа с нейросетями, которые дают текст, лишённый сантиментов, текст, лишённый какого-то бэкграунда. Вот какие слова были, те слова они тебе переставили местами и вернули. Это очень интересно посмотреть на самого себя. Глазами такой машины, лишённой каких-то дополнительных эмоций. И такой текст, который ты можешь как-то, ну, понятное дело, ты можешь выбрать какие-то части, выстраивать какой-то нарратив, который для тебя важен и нужен, но при этом с машиной очень сложно заигрывать, её невозможно очаровать. И это интересно, потому что ты её не заболтаешь. Она в любом случае выдаст тебе только то, что ты в неё положил. Но всё-таки текст, язык — это скорее прерогатива человеческого общения, да? Человеческий взаимодействие. Твоя первая работа была, получается, всё-таки с точки зрения текста? Ну, это с точки... Нет, там было, скорее всего, с точки зрения вообще какого-либо другого взгляда, то есть дополнительный взгляд. Да, конечно, текст — это прерогатива человека. И там у нас нет каких-то... У нас нет муравьинной литературы, мы не можем её найти, и мы не знаем, что муравей думает о себе, как муравей. Сознание муравья для нас всё-таки до сих пор тёмный лес. Но с точки зрения человека, исследовал бы он чувства, эмоции и понимание, это тоже интересно, что просто в эту сторону не идёт мысль. Ну, не шла бы. Да. Возможно, сейчас люди становятся добрее, и мир немножечко меняется, и появляется эмпатия не только человеку к человеку, но и человеку к животному, или человеку к растению. То есть это не только как объект, но в том числе как субъект, который тоже может высказаться, который тоже имеет свою точку зрения. С которым тоже можно пообщаться, и который, наверное, который имеет право на обратную реакцию, что важно. То есть вот это обратная реакция, которую тебе нужно как-то услышать, почувствовать, распознать и вступить в коммуникацию. Почему я спросила, собственно, о текстах? Потому что нынешняя твоя работа — это такой же отход от текстов в совсем другую сферу общения и совсем другие схемы, скажем так, общения. Расскажи немножко об этой работе. Да, моя работа, она про то, как можно ли обучить растения, деревья и их друзьям, передать им знания. Растения, они, в принципе, способны тем одним способом собирать информацию, обучаться, они способны взаимодействовать. Если мы берём лес, к нему организм, то растения передают друг другу информацию о засухе. Они устраивают совместные газовые атаки от насекомых, они ведут совместную войну и, например, они поддерживают друг друга, потому что жизнь в сообществе для них очень важна. Деревья в городе, деревья, которые растут разобщенно, удалённо друг от друга, они скучают, для них тяжело, потому что на дерево легче жить вообще, потому что вообще не легче выживать. Всё логично. И деревья, растения в своей нейтральной среде обитания, они выбирают как раз коммуникацию и возможность быть с другими. А наши растения, которые стоят у нас дома, или, например, то, что сейчас распространено даже в Азии, где растения, которые идут на продажу, иногда их планируют для того, чтобы заменить их форму, используют радиацию, и это такое тиражирование. Это не кустик, который, ну, пример из леса, одно дерево за всю свою жизнь, оно выращивает одного потомка, который займёт его место. И вот этот довольно длинный процесс, когда поросль, она учится, она понимает, как ей нужно расти, она собирает информацию, они собираются в какой-то комьюнити, они дружат, кто-то с кем-то не дружит. И дерево растает сильным и может довольно долго жить. Те растения, которые появляются у нас дома, это очень есть такая показательная картинка, мем про то, что растения на улице, холод, зной, какие-то птицы, меня врезут, меня ломают, я живу, растения дома, вы полили меня водой под краном. Да, и поэтому я решила исследовать, возможно ли собрать те знания, которые деревья передают друг другу, как-то их переработать и из этого составить словарь каких-то терминов и понятий для домашних растений или для растений, которые впоследствии будут высаживаться в парках и в садах для того, чтобы сообщить им, передать им вот такую мудрость предков и рассказать о том, как же они должны себя правильно вести. То есть, не знаю, рассказать им, как-то предупреждать их о том, что, не знаю, появляются какие-то насекомые, еще о чем-то, и создавать у них ощущение того, что они не в одиночестве, а что у них действительно есть вот такое комьюнити, как в реальной среде. На самом деле, когда я об этом подумала изначально, я думала, что это такая утопическая фантазия. Потом я начала укупляться, какие-то смотреть исследования, смотреть авторов и поняла, что на самом деле это, в принципе, не утопическая фантазия, а в целом это реально. Но, конечно же, это достаточно длительное исследование, которое будет требовать большого количества каких-то тестов и понимания того, как собирать обратную связь о деревьях. То есть, с одной стороны, с помощью ультразвука мы можем собрать ультразвук или те данные, которые деревья передают друг другу с помощью, например, тех же корней. Мы можем как-то это расшифровать, получить какие-то фразы, попробовать там что-то вычленить и потом передавать это каким-то растениям в каких-то лабораторных условиях. Но вопрос в том, как получать у них обратную связь. То есть, нужно все сто лет его наблюдать, вот взять кустик, там нет, ну, например, маленький клен, который получает информацию, маленький клен, который не получает информацию. Смотреть, вырастет ли вот этот маленький клен, который получает информацию с прямым стволом, а вот этот вот, который не получает информацию, например, в какой-то момент, там, сделает себе два ствола и всё, и будет никаким прочно. Но как продолжение этой идеи, да, какое-то утилитарное значение, есть электронные кормушки для домашних животных. Это очень удобно, ты нажимаешь, у меня у Катака есть, у него теперь шикарное трехразовое питание, и можно... По желанию, да? Нет, 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 по времени, да, да, по желанию он бы, в принципе, не отходил от этой кормушки, но она по времени, и он там, в общем, получает свою еду, 15 минут, он даже куча своей еды, он приходит и ждёт, как-то он примерно запомнил, вероятно, время. Так вот, я к тому, что он получает свою еду и получает информацию. Можно листировать впоследствии такие же датчики, ну, продаются датчики, потому что там пересохла почва, и пора полить, да, но возьмём какие-то датчики, которые будут сообщать растениям дополнительную информацию, да, там, о каких-то температурных режимах, потому что, что там скоро включат батареи, будет очень жарко, запасайтесь влагой, или, например, что... Хозяин уезжает. Хозяин уезжает, запасайтесь влагой. Или, например, то есть возможность сделать какой-то такой некий прибор, который будет сообщать, не знаю, тому же деревцу, что, там, там, потому что твоему комнатному кактусу, что вообще-то ты по нему скучаешь, и ты очень рад, что этот кактус существует у тебя в квартире. Потому что, на самом деле, люди привязываются к растениям не меньше, да, чем к каким-то домашним животным или другим людям, потому что, несмотря на то, что у дерева другое время, у него по-другому идёт жизнь, и, там, те же комнатные цветы, да, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь декабрист, который чёт про бабушки, там, всё цветёт, цветёт, у него есть побеги, да, это просто то, что у них другие жизненные циклы, у них другое ощущение себя и другое предназначение, возможно, на этой планете. Ну, как бы то ни было, мы даём им имена, так же, да, и так же сновидимся, и вот можно ли попробовать перейти с ними на какой-то более глубокий общение. На самом деле, идея была такая, да, попробовать ухватить, опять же таки, некий язык растений, взять его и вступить в коммуникацию, но в коммуникацию попробовать уже, например, на том же языке, например, и, наверное, каких-то... Вот тут вопрос с понятийным аппаратом, с какими-то террористическими определениями и желаниями. То есть, с одной стороны, мы можем понять, что дерево примерно такое же, как человек, ему тоже нужно идти в школу, ему тоже нужно получить какую-то информацию. Особенно первые годы ему жить, да. Да, первые 20 лет его жизни, вот, но насколько мы тут спекулятивны, вот в таком вычлении и в попытке сделать, все-таки так приблизить растение к человеку. На самом деле, я просто очень четко всегда понимала, когда какое-то растение, вот, ему холодно, это пора полить, это нужно переставить, это точно мал горшок. А как понимаешь? Мне кажется, я просто очень внимательна, и по первым признакам, что этот цветочек начинает глянуть, я думаю, ага, все, ясно, и может, что-то не так. Ну, на самом деле, раньше, ну, на самом деле, вот, если честно, вот, есть такое ощущение, теперь тебя долго не было в квартире, ты заходишь, и ты чувствуешь, как цветы кричат о том, что их нужно полить. Где ты был? Где ты шлялся, нет воды. Ну, а вот теперь ты уезжаешь, да, и сообщаешь им, что я уеду, вот, звук засуха, нужно сохранять воду. А нужно для растения общения? Тоже вопрос. Ну, смотри, если мы берем те исследования, которые у себя растения, да, то им вместе жить комфортнее, они поддерживают друг друга, они борются с другими видами, там, не знаю, вытесняют их, избавляют от них. Поэтому, наверное, им нужно общение, общение внутри своего вида. Нужно ли им общение от человека? Не очень понятно. Только, наверное, если человек будет общаться с ними как их вид, то есть давать информацию. Но, с другой стороны, есть же такое понятие, да, как общение того же дерева и грибницы, да, и там симбиоз, еще что-то. Почему человек не может предложить тоже, как видите, симбиоз растения, чуть более глубокие взаимодействия, не только тот, где растения служат предметом, который украшает его дом. Да, для которого мы ухаживаем. Ну, или плохо ухаживаем. Да, это на самом деле вопрос. Именно поэтому, когда я делала видео сейчас своей работы, я долго думала, в какой форме рассказать и дать людям информацию о том, какие потребности у растения. и поняла, что, наверное, здесь нужна ироничная форма, не знаю, не графики, диаграммы и визуализация волн утрозвуковых, которые получают растения для инсалляции. Такой некий визуальный видеоряд, который напоминает Инстаграм, сториз, который листается, и вот ты успела получить информацию, не успела получить информацию. Там очень много экспертной информации собрано из разных научных источников, но она подается в такой форме, близкой к тому, что все мы знаем, инстаграмные философы, инстаграмные как раз эксперты, поэтому я немножечко... Которые учат тебя как жить? Да, поэтому... Как стать лучше, сильнее, выше. Да, 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 и поэтому я подумаю, что, наверное, в моем случае нужно все-таки остановиться на такой иронии и не выдавать людям какую-то такую прям тяжелую очевидную научную формулу, что вот сейчас дерево, вот эти 40 минут, оно получает одну фразу о том, что скоро засуло. Вот, но на самом деле меня в целом, конечно же, восхищает то, как растения стараются приспособиться, и несмотря на что, и это очень интересно. У нас есть агрессивная химическая академия в Петербурге, есть своя зона, где у них там есть буки, кленовые, пеканы, всевозможные березы, какие-то там сосны, абсолютно разные растения, каштаны со всего мира, и там они довольно давно, и когда ты по ней гуляешь, по этой такой... Я бы назвала это тоже заповедный зоник, но это не совсем заповедник, это все-таки научная часть. Видно, как есть те растения, которые, несмотря на сыровый клинк Петербурга, наверное, не самый приятный, они выжили, стали сильными, и смогли откуда-то получить информацию о том, как противостоять окружающей среде. Даже те растения, которые не характерны, не характерны. Да-да-да, но он, по-моему, там каштан, вот он маленький, и он такого же возраста, в среде питания, которое было характерно, он был бы огромный, расхимистый, а в Петербурге он больше похож на кустаны, благодаря тому, что ему, по-моему, 50-60 лет, и сразу становится понятно, какое растение смогло получить информацию, как-то обучиться, возможно, получить ее от других деревьев, договориться, не знаю, от грандиницы, и просто у деревьев же есть грубое ощущение вкуса, они понимают, когда их кусают, какие-либо с ком их кусают, чтобы выработать именно те химические элементы, чтобы от них избавить, да, или там какие-то еще... То есть у дерева очень много способов, как разобраться с тем, что вокруг него происходит. И это, наверное, восхищает, потому что в обычной жизни мы об этом забываем. Мы ходим, мы видим обрубленные растения, у которых торчат голые, там, голые стволы, вот с него субьили все зеленые ветки, он активно пытается выжать, пускает какие-то там еще ветки, или мы идем, видим вот эти однолетненькие цветы, которые как-то тоже пытаются дать семена и задержаться в клумбе, откуда их просто выбросят. Но несмотря на это, если присмотреться, видно, какой большой объем труда, информации и перерабатывание этой информации происходит с этим живым организмом. Конечно, да, это вопрос, например, человеческий мозг, институт животного, какой мозг в растении. Да, действительно, корни, если натыкаются на что-то ядовитое, из-за опасного, они могут поменять свой маршрут, там содержится очень большой объем информации. Все равно, да, сейчас есть вопросы и сказать, что все дерево – это мозг дерева, и оперировать такими же понятиями, да, как мы относимся к человеку, это будет некорректно. Но отрицать, да, отрицать то, что это живое существо, которое имеет место быть таким, какой он есть, и нужно его уважать. И если ты берешь его и как-то изменяешь, то ты должен его и поддерживать. То есть не забираешь у него естественную среду и помещаешь его в ту, в которую ты хочешь, чтобы она давала тебе какие-то блага, ну, отвечай ему тоже каким-то способом поддержки, и почему бы просто, не знаю, там, удовольствиям и подходящему почвам не добавить еще и дополнительной информации о том, как ему расти лучше. Это какой-то ангарик. Да, 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 как-то неплохо так. Это правда. Ну, и, не знаю, возможно у нас посмотреть видео, которое... Оно, знаешь, там почти 8 минут, вот, я думаю, что, наверное, его лучше смотреть в конце, или, может быть, даже в самой галерее, потому что оно все-таки рассчитано на такое криповое восприятие, когда ты вырываешь части, поэтому, не знаю, если вы хотите, может, это что-то целиком, может быть, нет. Поэтому переходите в галерее. Да, да, да. Довольно стало очень сложно. Здесь очень много классных работ, вот я смотрю, и прям в восторге, там очень красивая... Минутка рекламы. Пока есть возможность, обязательно нужно прийти. Да. Ну, соответственно, то, что мы с тобой обсудили, стоит вопрос, действительно ли существует в деревья тот язык коммуникации, и вообще расскажи просто, какой этот язык, потому что когда мы говорим язык, человек сразу представляет, что это манемы, лексика и так далее, а, естественно, мы не можем применять это к растению. Как ты сказала, мы не можем сказать, что это мозг к растению, мы, соответственно, начинаем это все в свою антропоцентрическую систему перетаскивать. Как они общаются? Ну, смотри, конечно, доброе слово и кошке приятно, поэтому, если ты подадешь кустику, скажешь ему мощь, ясно кустику, возможно, он что-то почувствует. А как он меня поймет? Он тебя никак не поймет, он тебя поймет, если ты принесешь ему специальную лампу, которая будет имитировать осенний вечер, для него освещение, которое ему не хватает в этом городе. И поешь его чем-то полезным. Да, и поешь его чем-то полезным. То есть, вот смотри, твоя коммуникация с растением, она может начинаться с того, что ты понимаешь его нужды. И это первый способ. Конечно же, языка как языка нет. Они передают информацию, они передают информацию через корни. И, например, если ты идешь, не знаю, по лесу, просто лес – это хороший пример такой естественной среды, то можно слышать щелк, треск и вот то, как по этим, по корням и по гробницам бежит, 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 какая-то информация, которая приходит к деревьям. То есть, вот их язык, да, это то, как они, не знаю, как они орудуют своими корнями. Это, наверное, больше похоже на чечетку, нежели на соноемую. Да-да-да, то есть какой-то ритм. Вот если у них ритм и чувство ритма, наверное, тоже нельзя применять к растениям, потому что тут тоже будет вопрос, если у них есть ритм, уметь на ней танцевать. Они ходят, но очень медленно. Про танцы – это у нас уже другая работа. Да-да-да-да. Поэтому это, наверное, то, как они через корни друг другу передают информацию, то, как они считывают происходящее в окружающей среде и каким-то способом делятся, делятся, делятся. Например, а засухи они кричат, и этот крик его можно с помощью ультразвука ловить. То есть ультразвук – отличный способ что-то там прочувствовать и ловить, что это там за волны и волнения в среде. То есть всё, как растение обменивать информацией – это всё за гранью восприятия человека. То есть человек может примерно что-то услышать, но способов расшифровать, что там дерево сказало, у него нет. То есть он может увидеть только то, как дерево реагирует на окружающую среду, то, как оно растёт и тянется к солнышку, то, как оно, например, вместе с своими собратьями завоёвывает среду и отказывается от, не знаю, как быки, например, как они вытесняют другие растения, или там, как берёза чувствует свои миссии, как можно дальше улететь, распространиться, захватить новые земли и то, как они путешествуют и летают. Он может посмотреть такие явные проявления, но это не значит поговорить с деревом, это значит наблюдая с деревом. А вот поговорить с деревом это значит с помощью технологий увеличить, расширить свои возможности. Это уже такое, это уже не человеческие возможности, какие-то сверхчеловеческие возможности для того, чтобы проникнуть в растения, что-то от него узнать и получить от него возможную обратную связь. То есть, не знаю, тебе нужно стать нецелем, который находит понравившееся ему дерево, договариваться с ним и получать обратную связь. Ну, то есть, например, не знаю, потому что ну вот с птицами намного проще договориться, мы не понимаем. Ну, например, у ворон, да, у них есть какой-то общий вороний язык и есть региональные вороние какие-то диалекты, локальные, там, жагоны, поэтому вороны из разных частей, там, из разных частей, они, в принципе, могут понять друг друга, но в целом осознают, что это чужак, потому что акцент у него другой. Наверное, с деревьев, возможно, что-то такое, что еще у деревьев разные части света, может быть, вообще разные какие-то свои, там, не знаю, словечки, понятия, ну, понятное дело, это там, если у нас это, там, тундра, и там, дерево должно выживать в условиях тундры, и дерево, которое, не знаю, радуется жизни где-нибудь в Италии, наверное, у них есть что-то схожее, но информацию они по-разному передают, и это тоже, на самом деле, интересно, потому что, скорее всего, там, для каких-то исследований, для коммуникации нужно начинать растение своего реала обитания, чтобы иметь возможность вообще видя, смотри, видя, как, там, не знаю, вот деревья начинают реагировать на, там, не знаю, на засуху, ну, засуху, это хороший пример, на засуху, что они делают, что они сообщают, ага, значит, то, что они сообщили, вот это, вот оно, оно, значит, и есть вот тот объём информации, который можно взять, разделить, можно его сравнить с тем, что растения, в другой части, сообщают, когда там становится мало воды, посмотреть, что сходится, что расходится, можно ли говорить, что вот там, то, что там было сфокусировано с помощью вот разруковых датчиков, что это схожая информация, сообщающая одно и то же, и вылечить тут какие-то слова, корни, диалекции, ну, то есть тут вопрос, какого-то, наверное, методология исследования, он может быть схожен с логистическим исследованием, да, с попытками что-то расшифровать, что-то ловить, но, конечно же, нужно понимать, что это всё может быть или оказаться намного проще, да, чем мы себе представляем, или намного сложнее, да, и возможно, что, если дерево не захочет раскрывать свои секреты, то оно их и не раскроет. Ну, вот, у человека есть вербальные и негербальные коммуникации, вполне возможно, что также у деревьев вся роль каких-то, например, с жестами, они общаются тоже, есть спокойно? Общаются с деревьей с жестами? Да. Деревья, можно сказать, что деревья общаются с помощью тени, это не жест, но, если ты видишь, что там солнце, и твой конкурент пытается добраться до него быстрее, то нужно как можно раньше, чем твой конкурент, отрастить какие-то ветки или там отрастить какие-то листья, если там какой-то комнатный цветок, чтобы, в общем, взять как можно больше света и чтобы другому не досталось. Поэтому, можно сказать, что поскольку они увеличивают свое место в пространстве, то они общаются какими-то, очень широкими жестами, они общаются таким телесным проявлением, но все равно, мне кажется, у них нет человеческой мимики, то есть вряд ли дерево тебе улыбнется или нахмудит брови или поднимет бровь, нет, вот этого, наверное, от него ждать не надо. Или замахнет веткой. Замахнет веткой, да, ты будешь идти, и дерево такой подлец. на самом деле, это довольно интересно с точки зрения того, что можешь ли тебе понравиться растение. Наверное, наверное, да, но это прям, даже не знаю, может ли растение обидеться и запомнить тебя. Нет, и отомстить. Наверное, все-таки, да или нет, нет, потому что у него другой срок жизни, они очень медлительны, и там, то, что у тебя было большим событием, как ты там, я знаю, пнул дерево, отломал у него ветку, наверное, с точки зрения дерева, да, для него это событие затянуть вот ранам, которые ты ему нравилась, но помнить тебя, нет, мне кажется, у него, ну вот, из того, что мне удалось узнать о дереве, что оно не очень злопамятное, и оно прям не вернется к тебе в ночи в кошмарах, тыкая тебя своей отломанной веткой, и... Только в качестве выгрузения своих технических тоже вопрос человек. Да, но на самом деле тут скорее вопрос вложения к усилиям растения, которые тоже имеют право на жизнь, чтобы захватывать и получать пространство и территорию, поэтому тут есть вопрос того, что, да, вырубая дерево, которое старалось, очень старалось, ему было нехаконно, оно росло, или там, не знаю, в мукорчевого сада, здесь, наверное, все-таки можно относиться к живым организмам с большим уважением и стараться все-таки сохранять ту естественную часть, какой-то там естественный ландшафт, естественные порывы каштолфы и деревьев, но тут на самом деле, да, с одной стороны, конечно, очень хочется растениям говорить как о людях и переписывать им такие же переживания, но несмотря на то, что здесь каких-то мы очень похожи, мы при этом абсолютно разные, и именно за счет вот этого понимания времени, все-таки чувство времени, оно это очень важно, потому что то, как ты накапливаешь жизненный опыт, то, как ты можешь им распорядиться, и то, сколько на самом деле информации ты можешь узнать, переработать и выйти дальше, оно тебя меняет, не знаю, тебя же меняет образование, тебя же меняют какие-то там, не знаю, то есть ты хочешь сохранить там свой интеллект и здоровье, нужно постоянно узнавать какую-то новую информацию, тренировать свой мозг, тебе нужно постоянно находиться в потоке, чего-то нового, чего-то свежего, и вот вопрос где растения находятся они в потоке чего-то нового, чего-то свежего, возможно, если они захватывают новые территории, да, они находятся в потоке адаптации, они получают новую информацию, потом они адаптируются, но скорее растению, да, ему хочется, ему не очень хочется, непонятно, наверное, ему хорошо, если ты создаешь на него те условия, которые ему нужны, Если ты их не создаёшь, она будет сама стараться как-то выжить. Но становятся ли деревья умнее, становятся ли азалии умнее, становятся ли розы умнее, становятся ли фиалки умнее, становятся ли орхидеи умнее. Те виды, которые выводят сейчас, умнее ли они других видов. Или они просто косили меня. Смотри, бурщевик. Бурщевик, вроде, очень умное растение. Его вывели специально, по-моему, если не ошибаюсь, чтобы кормить коров. И оказалось, что вывели такого мутанта, которого практически невозможно избавиться. То есть с точки зрения того, что бурщевик растёт и выживает как растение, он молодец. С точки зрения того, что он пожирает все остальные растения, ну да, наверное, он тоже молодец, потому что он борется за свой вид. Но с точки зрения того, что он осознаёт, что он пожирает другие растения, значит, там, не знаю, боль человеку и вообще такое вредное и опасное могло бы стать не таким вредным, опасным. Вот это, наверное, нет от него ждать нельзя. Это такая эмоциональная реакция и, наверное, не знаю, мутирование. Да, наверное, будут ещё растения-мутанты. А мне есть ли как-то растения, пока они начинают обучаться на тестировании? Ну смотри, пока ещё пришло не так много времени, чтобы говорить, изменятся они или нет. Пока ещё только начало тестирования. Но, конечно же, они меняются. Во-первых, потому что меняется сам человек. Он начинает получать информацию, осознаваясь, что не надо забывать растение в горшке и плевать его раз в месяц. И если просит его плевать раз в две недели, человек начинает понимать, что если ты высаживаешь, не знаю, если ты хочешь, что растение – это нечто большее, чем просто красота. Это ещё и дом для птиц, для других каких-то, не знаю, для маленьких каких-то грызунов, что растение – это больше, чем просто что-то красивое. Когда человек начинает понимать, что на самом деле растение способно обучаться, растение способно меняться, растение способно получать какую-то информацию, давать тебе ответ на твои действия. Когда это приходит на ум человеку, тогда, конечно же, меняются растение, потому что его шансы на выживание, его шансы на комфортное жить повышаются. Тут нужно всё-таки учитывать тот факт, что человек сейчас очень сильно влияет на окружающую среду. И вопрос экологии, вопрос вырубки лесов, вопрос создания каких-то новых видов растений, вопрос… Это очень важная, в любом случае, тема влияния человека. И пока человек, так или иначе, всемогущий, чем больше он узнаёт о мире вокруг него, чем больше он проникается к нему эмпатией и возможности притянуть какую-то, не знаю, руку помощи. Продолжение следует...